Всем привет, девчонки! Как и обещала, снимаю вторую часть видео тест-драйва масок от торговой марки Origins. На этот раз я купила уже полноразмерные версии масок, потому что, к сожалению, здесь в Дубае не нашла маленький формат этих масок. Сейчас я вам их покажу поближе. И первая маска у нас будет вот такая вот очищающая, освежающая маска с кофеином для всех типов кожи. Даже, девчонки, протестирую вот такую вот маску с розовой глиной. Она предназначена для улучшения текстуры кожи. Ну и, конечно же, попробуем вот такую вот 10-минутную увлажняющую маску для всех типов кожи. И, как и говорила, начну этот тест-драйв вот с такой вот маски очищающей. Эта маска должна хорошо почистить кожу, также ее хорошенечко освежить и зарядить ее энергией, поскольку в ее состав входит кофеин. Ну что, открываем. Ого! Отдушка немножко химическая, девочки, но она очень такая, какая-то липкая, вязкая и очень мерцающая. Так, наношу. С этой маской нужно ходить тогда, когда она начнет уже застывать. Но что-то мне кажется, что с ней буквально можно будет походить пару минут и все. Посмотрим, конечно, потому что она должна сниматься как пленочка. Если честно, я не особо люблю вот такие вот маски-пленки, потому что, как правило, они очень сильно сушат кожу. Я надеюсь, что с этой все будет в порядке. Хотя, на самом деле, я нашла обалденную маску от торговой марки ОК, это корейская фирма. Она очень классно чистит кожу, она кожу абсолютно не сушит, она мега комфортная, и когда ее снимаешь, она действительно так хорошо вытаскивает даже черные точки. Я уже очень жду посещения косметолога, потому что мою кожу нужно хорошо так почистить. Скоро уже прилетим в Украину, я схожу к Ирочке на чистку. Слушайте, ну, я думаю, что для первого раза более чем достаточно я нанесла этой маски. Вот, сейчас я похожу буквально пару минуток, вот, и попробуем потом ее снять вместе с вами. Так что, девочки, я с вами не прощаюсь. Девчонки, я походила с этой маской почти 10 минут, потому что в некоторых местах вы видите, что у меня есть на слое не маски, поэтому я ждала, чтобы эта маска хорошо в этих местах подсохла. Но, в принципе, она так конкретно начинает стягивать кожу буквально там минуты через 2-3, так что будьте осторожны, особенно если ваша кожа очень сухая. Так, сейчас я буду потихонечку снимать эту маску. Производитель написал, что нужно улыбнуться. Опа! Ну, да, можно было бы, на самом деле, еще походить с маской, потому что вы видите, что она еще в некоторых местах не очень хорошо снимается. Ну, в принципе, и все. Вот сейчас я смотрю на эту маску, и я не вижу, чтобы она что-то мне вытащила, да, какие-то черные точки или что-то подобное. Хотя мне, девочки, все-таки что-то она повытаскивала. Знаете что, в следующий раз я ее попытаюсь нанести более плотным слоем, обязательно потом расскажу о том, насколько хорошо она мне почистит в следующий раз кожу. Сейчас я пойду смою вот эти вот излишки этой маски, и будем с вами смотреть на результат. Но, в принципе, даже вот сейчас я вижу, что она так неплохо освежила кожу. Действительно, выровняла цвет лица очень хорошо, кожа посветлела. Сейчас пойду умывать. Девчонки, я умылась, и, если честно, это было то еще мероприятие, чтобы отмыть эту маску, потому что обычный ватный диск с этой задачей не справился. Мне пришлось достать вот этот вот специальный для масок, и этот, конечно, хорошо маску отмыл. Поэтому для того, чтобы эту масочку хорошо снять пластом, необходимо просто подождать дольше. То есть необходимо просто дать этой маске возможность хорошо подсохнуть, чтобы потом не нужно было ничего отмывать. Что же касается самого результата, то, слушайте, я приятно удивлена, потому что я сейчас посмотрела на свой нос и подбородок, и в том числе некоторые свои проблемные участки на лице, и я заметила, что эта маска действительно вытащила некоторые черноточки. Поэтому эта масочка точно работает. Ну и что касается преображения кожи, то я не знаю, насколько вам хорошо передает камера, но я вот сейчас вижу в зеркале очень такую отдохнувшую, красивую кожу. Эта маска хорошо выровняла цвет лица, и, в принципе, кожа преобразилась, она стала более отдохнувшей. Поэтому, если вам необходимо как-то быстренько взбодрить кожу, можете присмотреться к этой маске, потому что она очень хорошая. Но хотя, конечно, она кожу подсушивает, поэтому сейчас я нанесу вот эту вот увлажняющую маску с абрикосом. Честно говоря, я планировала ее наносить после использования вот этой вот маски с розовой глиной, но сейчас я все-таки ощущаю, что кожу нужно хорошо увлажнить, и с учетом того, что у меня все-таки есть вот такая вот увлажняющая маска, я ее сейчас нанесу. Она очень вкусно пахнет, девочки, в состав этой маски входит абрикосовое масло. По консистенции маска напоминает крем, и эту маску необходимо нанести только на 10 минут. То есть, как раз, если вам необходимо хорошо кожу взбодрить и потом дополнительно увлажнить, вам достаточно буквально 15 минут. Сначала можно нанести вот эту вот маску-пленку, чтобы перезагрузить кожу. И в случае, если у вас кожа комбинированная, либо, допустим, сухая, то потом можно будет нанести увлажняющую масочку для того, чтобы дать возможность коже максимально вобрать в себя влагу и немножечко ее успокоить. Потому что, все-таки, когда я оттирала эту маску вот этим вот спонжиком, то моя кожа немножко покраснела. Это не очень приятно. Поэтому обязательно дайте возможность маске-пленке хорошо застыть на коже. Слушайте, ну эту маску с абрикосом наносить одно удовольствие, потому что у нее такая консистенция крема. Я ее, честно, несу даже в зону вокруг глаз. Я думаю, что ничего плохого не будет. И, в принципе, если вы чувствуете, что в каких-то местах вам действительно не хватает влаги, там, допустим, на щеках комбинированная кожа, то можете просто тут немножко ее наслоить, чтобы кожа максимально была напитана. Все, девочки, нанесла маску. Наносится она очень легко. У нее мега приятная и вкусная душка. Сейчас я засекаю 10 минут. И обязательно, после чего не 10 минут, я включусь. И покажу вам, что произойдет с маской. Хотя, мне кажется, что, скорее всего, она впитает в самую кожу. И я потом просто смою излишки. Так что я с вами не прощаюсь. Девчонки, 10 минут пролетели незаметно. И, как я и говорила, эта маска практически полностью впиталась в мою кожу. Только на щеках, куда я добавила достаточно много маски, она немножечко осталась. И, тем не менее, она тоже довольно неплохо впиталась даже здесь. Сейчас я пойду умываться и посмотрим с вами на результат. Девчонки, я смыла излишки вот этой вот увлажняющей маски. И могу сказать, что эта маска мега крутая, потому что она очень круто увлажняет кожу и напитывает. И вот сейчас я ощущаю, что кожа очень приятна на ощупь. Она бархатистая, в то же время достаточно плотная и упругая. Поэтому, если вы пользуетесь какими-то подсушивающими масками, или у вас, в принципе, кожа сама по себе сухая, и вы чувствуете, что вам необходимо хорошо кожу увлажнять, присмотритесь к этой маске, потому что она мне приятно удивила и порадовала. Кроме того, когда я ее смыла, я до сих пор сейчас ощущаю аромат очень вкусного абрикоса. Так что можете к этой маске присмотреться. Действительно, очень бомбезная. Так что я абсолютно не жалею, что купила ее в полноразмерной версии. Рекомендую и советую. Девчонки, у нас сегодня день второй. И сегодня я хотела бы протестировать вот такую вот маску с розовой глиной. Эта маска предназначена для улучшения текстуры кожи. И она подходит для нормальной комбинированной и жирной кожи. Ну что, открываю ее. Итак. Отдушка очень приятная. Маска действительно напоминает по текстуре такой крем с глиной, немножечко розового цвета. И эту маску необходимо нанести на 10 минут. Сейчас я наношу ее. И слушайте, уже сейчас я ощущаю, что здесь есть некоторые скрабирующие частички, но здесь очень мелкий помол, поэтому я надеюсь, что никакой травматизации кожи не будет. Так что наношу. Все, девчонки, нанесла я маску. У нее очень приятная текстура. Маска прекрасно ложится на кожу. Сейчас я засекаю 10 минут. И обязательно, прежде чем смывать масочку, я включусь вам и покажу, что с этой маской произойдет. Хотя, скорее всего, она немножко начнет подсыхать. Я буду этот процесс обязательно контролировать, чтобы эта маска мне в итоге кожу не пересушила. Так что я с вами не прощаюсь. Девчонки, время истекло. И я скорее бегу умываться, потому что маска немножечко подсохла. И она стянула мою кожу. Но я все еще надеюсь, что эта маска все-таки не пересушит мою кожу. Так что сейчас буду умываться. И будем с вами смотреть на результат. Девчонки, я умылась. Могу сказать, что это мега достойная маска, потому что она очень круто выравнивает цвет лица. И, в принципе, делает кожу более красивой, сияющей. Очень классная кожа на ощупь. Такая бархатистая. И в то же время шелковистая. Это очень достойная масочка. Так что, девочки, можете к ней присмотреться. Да, она кожу немножко подсушивает. Но в случае, если у вас комбинированная или жирная кожа и за окошком достаточно жарко, я думаю, что вы будете, наоборот, довольны этим небольшим подсушивающим свойством. Потому что мне эта маска очень-очень понравилась. Так что рекомендую и советую. Ну и если подводить итог нашего тест-драйва, то я абсолютно не жалею, что купила все эти маски полноразмерной версии. Потому что они очень классные и достойные. Вот эта вот маска с кофеином действительно заряжает кожу энергией. И она очень круто перезагружает кожу. Поэтому в случае, если вы любите маски пленки, можете к ней присмотреться. Эта маска тоже немножко кожу подсушивает, но не критично. Так что можете на нее обратить внимание. Мне она очень-очень понравилась. Так что абсолютно не жалею, что купила в полноразмерной версии. Что касается вот этой вот маски увлажняющей с абрикосом, то она мне тоже очень-очень понравилась. Она очень классно увлажняет кожу, напитывает ее. И у нее мега вкусная одушка. Так что тоже можете к ней присмотреться. Кроме того, я считаю, что эта маска станет вашей палкой-выручалкой в холодный период времени. Если вы будете пользоваться какими-то средствами с кислотами. Или в случае, если будете проходить курс пилингов. Тоже очень крутая и работающая масочка. Ну и как я уже говорила, вот эта вот маска для улучшения текстуры кожи тоже очень достойная. Очень классная. Так что, девчонки, я очень-очень довольна результатом своего тест-драйва. Я надеюсь, что это видео было для вас и интересным, и полезным. Я желаю вам красивой, сияющей кожи. И пока-пока!